Добрый день! Я хочу поделиться своим опытом, первым опытом аренды авто в Аликанте, в аэропорту Аликанте. Я не считаю себя профессионалом, либо каким-то заядлым путешественником, но тем не менее, первые впечатления и такие основные вещи, от которых, так сказать, зависит общее впечатление и общее, так сказать, настроение по прилету, когда ты снимаешь машину в аэропорту Аликанте, можно сформулировать на основе вот этих каких-то простых советов или простого опыта, который мы сейчас с Михаилом вам попытаемся поведать. Вот, как вы видите, здесь я первый раз, как я уже сказал, в Аликанте, и первое, что мне очень понравилось, то, что в аэропорту не душно, несмотря на то, что за окном, там больше 30 градусов, наверное, сейчас тем более солнце. То есть, во-первых, кондиционированное помещение, во-вторых, здесь, вот в этом закуточке, где много разных фирм по аренде автотранспорта, к народу, конечно, много, но не критично много. То есть, я бывал в аэропортах и бывал в других, так сказать, офисах аренды, где было гораздо больше народу, не проветриваемое помещение, и тогда люди чуть ли не падали в обморок в очереди. Я, кстати, этому тоже был свидетелем однажды. Здесь, как вы видите, народу, конечно, много, но что мне нравится, то, что здесь система электронной очереди есть работает, да, то есть приходишь, берешь там билетик и просто стоишь в сторонке, смотришь, как на большом табло, появляется твой номер, и потом идешь и беспроблемно забираешь машину. Вот сейчас, например, я арендовал машину через интернет за несколько часов до того, как приехать в аэропорт, и, во-первых, машины были в наличии, во-вторых, мне беспроблемно здесь поменяли класс авто, и девушка меня с улыбкой обслуживала, то есть вообще общее впечатление от обслуживания было очень хорошим. Также я смотрю, другие пункты сдачи авто в аренду тоже, во-первых, умеют справляться с очередями, то есть везде вот эти, так сказать, системы электронные по работе с очередью, берешь билетик, беспроблемно покупаешь, беспроблемно стоишь, где хочешь, потом подходишь, когда увидишь свой номерок на экране. В соседней фирме по аренде авто Firefly я только что, когда брал квиточек, нажал кнопочку, как если бы у меня была услуга VIP-сервис, которая позволяла бы мне получать авто без очереди, то есть из-за того, что я у них арендовал авто с полным покрытием страховым, со всеми возможными взносами, с минимализацией рисков, я подумал, что эта услуга включена автоматически, поэтому нажал эту кнопку, как если бы у меня была услуга VIP без очереди прохождения. На самом деле ее не оказалось, но девушка вместо того, чтобы меня от футболик сказала без проблем, мы вас все равно обслужим, потому что очереди не очень большие, и мне это тоже понравилось. Единственное из минусов, хотелось бы добавить, то что, конечно, несмотря на то, что народу как бы не критично много, но тем не менее народ имеется, они могли бы сделать вот сообща, может быть открыть какую-то кафешку, либо какую-то сделать зону ожидания, где люди могли бы просто сидеть на стульчиках, пить кофе, либо поставить пару-тройку кресел, может какие-то декоративные растения, то есть такой сделать, своего рода такую зону, чтобы люди могли ожидать, особенно пассажиры с детьми, которых здесь очень много, чтобы дети не маялись и не стояли просто так, чтобы чем-то были заняты. Да, например, организовали бы уголок, поставили бы пару разноцветных кубиков, там, я не знаю, там, бросили бы на стол несколько конструкторов Lego, чтобы как-то делать во многих других фирмах, чтобы просто дети могли чем-то себя занять, и, ну, я понимаю, с другой стороны, что здесь, как бы, площади аэропорта, они наверняка недешевые, и все это стоит денег. Сейчас сезон, примерно по ценам, сколько стоит автомобиль сейчас взять на прокат? Я забронировал 7-местный Opel Zafira, либо Volkswagen Tauran, который является, который я забронировал, опять же, сегодня, то есть в онлайне забронировал, сегодня, за несколько часов до того, чтобы приехать в аэропорт, его забрать, я забронировал, его заплатил 770 евро в районе, 772 что ли, но при этом сама аренда минимальная стоила 550 евро, что эквивалентно 41 приблизительно евро в день, и еще порядка 200 евро, что-то в этом роде, я заплатил за все эти страховки, что совершенно не обязательно брать именно от этой же компании, есть куча фирм, которые предлагают альтернативные страховки, и всякое покрытие максимальное, но в этом случае с тебя будут взимать большой депозиции компания, контора местная, то есть от, по-моему, 500 до 1200 евро, нужно отдать им, они забронируют на вашей карточке, я не хотел с этим связываться, плюс и в случае каких-то инцидентов, не дай бог, транспортного происшествия, либо царапин, либо еще что-то, нужно заниматься сбором документации, оформлением, вызовом полиции, там, то есть вот именно головной боли, если ты покупаешь стороннюю страховку, да, тебе потом все это возместится, да, ты потом все эти документы предоставишь сторонней страховке, на которой я, в моем случае, сэкономил бы порядка 100 евро на 13 дней, то есть я принял для себя решение, что я не хотел бы вот с этим всем связываться в случае каких-то дорожных транспортных происшествий, и решил просто переплатить эти 100 евро за 13 дней, и, так сказать, как они сами говорят, путешествовать без всякой головной боли, в случае каких-то, не дай бог, транспортных происшествий, мне никаких документов собирать не надо, ничего не надо, вроде как, да, насколько я понимаю, потому что я сюда приезжаю, у меня все покрыто, страховка от них, и они просто забирают ключи. Опять же, повторюсь, я не профессиональный путешественник, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но мое предварительное видение именно такое. Если бронировать авто заранее, недели за две, мне кажется, может сэкономить порядка 10-15 процентов. Вот это, конечно, вот эти, вот это вот, сами знаете, да, наверное, чуть подороже контора, здесь и очереди нет никакой. Ну, вот это вот Sext, потом вот Hertz, желтая, да, они такие считаются подороже чуть конторы, у них меньше все очереди. Ну, машины все те же самые, просто стоимость этих авто выше. Мы идем забирать авто. Я так понимаю, там одно здание, многоэтажное здание, парковка, где вот эти все машины по сдаче авто в аренду арендуют места. Люди оставляют свои авто там и забирают свои авто, опять же, оттуда. Также там, по-моему, есть и парковка аэропортовская официальная, платная. И, да, наверное, что-то еще. Мы сейчас на каком этаже? На четвертом. Там, да, на втором. Я вроде жене вашей говорю, что машина здесь зимой евро в сутки. Да я, она мне передавала, мне сложно в это поверить вообще. Там даже 98 центров. Так, 440, это, мне кажется, надо в ту сторону идти куда-то. Да. Так, ладно, пока мы идем, раз вот Михаил решил заснять все от и до, чтобы вас не ввести, не вводить в заблуждение, хочу сказать, что машина, которую мы сейчас будем забирать, это Nissan Qashqai, а не Opel Zafira, про которую я говорил. Почему? Потому что Opel Zafira у меня забронирована только через 2 дня, потому что на полную протяженность моего отпуска этой машины не было в наличии, поэтому мне пришлось на эти 2 дня искать другую машину в аренду. Я вот нашел эту Nissan Qashqai. Опять же, все за пару часов, бронь была сделана. И она мне обошлась порядка 130-140 евро за 2 дня, с учетом всех-всех-всех местных покрытий, иншурансов и так далее. Что, конечно, дороговато, но я так подумал, на 2 дня черт с ним. Так, 440. Сказали, что машина просторная, а у меня семья большая, трое детей, мне нужна просторная машина. Ну, это не Nissan, да? Однозначно. 440. 2D. А, 2D. А мы на 2А. А где 2D? Вопрос на миллион. В той стороне. Да. Издержки и неопытности в аэропорту Аликанте. А ну вот, Gold Car, все дела. Да, для меня сейчас самый большой челлендж будет. Это разобраться, где тут автозаправочная станция. Где парковка и все такое. Так как в аэропорт придется приезжать еще неоднократно. Это B440, да? А надо D. Я думаю, что туда надо идти, да? Ну, я так понимаю, что опций есть много. Можно взять машину с пустым баком. Можно взять машину с, наверное, с 50% топлива. Можно взять машину с полным баком. Я взял машину с полным баком, и я ее должен вернуть с полным баком. Из меня взяли 120 евро в качестве страховки, что ли, которую мне эти деньги должны будут вернуть. Если я верну машину так же с полным баком. Если я не верну машину с полным баком, то какая-то сумма из этих 120 евро, наверное, будет удержана, если не все. Я не знаю. Конечно, если разбираться досконально в этих всех вопросах, то рискуешь потратить уйму времени, перечитывая все эти форумы, которых у меня нет, к сожалению. Поэтому приходится некоторые вопросы вот так вот принимать решение с наскоком, особо не разобравшись. И просто посмотрим, чем это все обернется. Ну, а одно хорошо, то, что мне не пришлось оставлять депозит в несколько сотен и даже в тысячу с чем-то в некоторых случаях евро бывает за этот авто. Так он даже не упомянул, что не спросил, какая цифра вам нужна и так далее. Он, наверное, автоматом подумал, что нам нужно B. Ну, окей. Поговорил со своей супругой, и мы решили посмотреть, получится ли нам сэкономить на авто, потому что удовольствие это не дешевое, учитывая нашу большую семью. По-любому это евро 50, 60, 70 в день что-то в этом районе. Если бронировать авто там за месяц, например, или за несколько недель, если бронировать за полгода, то, может быть, это было бы дешевле. Вот, кстати, машинка. Что, проверяем, да? Проверяем. Раз, два, три. И наша машинка. Так. Да, и поэтому... Но по прибытии сюда мы поняли, что без машин мы тут не обойдемся никак. И поэтому вот такой весь хаос с срочной арендой авто. Ну, что, век живи, век учись, как говорится. Тем не менее, два дня мы уже сэкономили без авто, так что хорошо. Так, ну что? Да, я вот сейчас выйду на этой машине. Хочу встать как бы вне парковочного места, чтобы было больше пространства для обзора авто на предмет уже существующих вмятин и царапин. По идее, я не должен волноваться об этом, потому что моя страховка все это покрывает. Вот, кстати, уже что-то есть. Но бережен, оба убережет, как говорится. Я лучше потрачу пять минут на обход этой авто и пофотку на свой афон все то, что замечу, чтобы вдруг, не дай бог, мне придется кому-то предъявлять в качестве доказательства. Причем интернет пестрит всякими такими историями, как вы знаете. Ну, в большинстве случаев это история, когда люди не покупали полную страховку, а верно. Я просто ни разу еще не сидел. У меня не было авто, в котором был бы вот такой магнитный, я так понимаю, включатель-выключатель, с кнопкой старта, пуска и заглушки двигателя. У меня дома авто поскромнее будет, чем это. Но вроде разобрался, завел. Так, сейчас надо разобраться с зеркалами, да? Да, все там у вас. Ага, разобрались, что уже хорошо. Так, это открыли. Что, давайте теперь выйдем отсюда потихонечку. Автоматически встала на ручник, да, машинка? Ну что, проверяем на царапинки разные. Что мы видим сзади? Сзади мы видим небольшую царапинку у Парктроника. Так. У меня память на телефоне села. Вот здесь вот небольшие. Ну вы это уже засняли, да? Так, как я вижу. Так, вот здесь вот какая-то точечка, краска просто сбита. Вот здесь, вот здесь. Вмятин больших я не вижу. Просто скол краски идет в разных местах. И затертости какие-то вот здесь. Какие-то точки, может быть, это просто грязь. На капоте потертость здесь, здесь. Вот правая часть здесь. Здесь скол краски небольшой. Вроде все. Зеркала все в порядке вроде. Члены диски тоже как-то страхуют, но я не понимаю, что там страховать по ним. Ну вот мой дилетантский, так сказать, обзор авто завершился. Благодарность огромной Михаилу за помощь в этом нелегком деле забора машины из прокатной компании. За обзор авто и за фиксирование всех этих существующих дефектов. Вообще за поддержку, так сказать, русскоязычную на чужбине. Вот. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»